Всем добрый вечер! Вы на канале Великий Равнитель, с вами Руслан. Сегодня я вам покажу очень любопытную и интересную переписку, в которой имеются слова с угрозами, обвинениями в педофилии, в приставании к 13-летнему девочке. В общем, всё началось из одной фотографии, в которой я ленте писал. Вот с этого аккаунта шли все эти угрозы, и я вам сейчас объясню, с чего всё это началось. Началось с того, что я, листая ленту в Инстаграме, то есть, листая вот так ленту, например, полностью пролистывая всю эту ленту, я наткнулся на одну из публикаций в этой ленте. Публикация выглядит вот так. Вот. Увидел, значит, эту девочку, ну и думаю, смотрю, ну взрослая, видно, девка. Вот. Думаю, познакомлюсь. Пишу я ей, значит, привет, познакомимся. Потом начались, значит, в мою сторону идти и такие угрозы, как, например, ей 13 дебил. Потом я ему написал, ты сейчас договоришься. Он пишет, а то что, Вась? Потом начинаю я ему говорить, а то узнаешь. И пошло дело, получается. И другой из его друзей, значит, пишет дальше мне. Ахаха, педофил очкастый, в общем, оскорбляет меня. Вот. При том, что в личном сообщении он мне написать боится, так как понимает, что может попасть в выпуск на наш канал с вами. Вот. И начал выражаться в комментариях. При том, что, ну, ничего не боясь. Вот. Потом пишет страшно. Я ему пишу страшно, ему закрыл рот и сиди молча. То есть, я ему объяснил таким образом, чтобы он не вел себя, как дурачок. Вот. И сидел молча, как говорится, и занимался своими делами. Потому что, ну, человек явно неадекватный и пытается, тем самым, провоцировая меня на конфликты, чтобы потом из меня сделать крайнего. Вот. И при том, что настраивая против меня других людей. Вот. Значит, дальше, что было в переписке. С этого аккаунта он писал. Значит, зовут... Точно не знаю, как. Вот. Ну, судя по информации, как я понял, вот ту девочку, которую я видел в фотографии, ее зовут Соня. Значит, сейчас вам покажу всю переписку. Начнем по порядку. Вот. Послушайте данные голосовые. Здорово, ебантус. Потом пишет. Хо-хоу, ты забыл, как тебя яйцами обкидывали. Зачем к Соне? Я даже матом не буду выражаться. Ей 13 лет. Потом начал мне названивать. И пошли вот такие голосовые смс. Так это я. Привет. Ты ж хотел со мной познакомиться. Шо такое? Болбоеб, сука. Че ты писать не умеешь? Рамотно, блядь. У меня сейчас, сука, глаза в разные стороны разлез. Уже по эту хуйню не видеть. А че ты не хочешь со мной общаться? Вчера ты еще познакомиться со мной хотела? Или с ее мамой? Я после тебя. Это лишнее. Давай встретимся, я тебя нахуй зубы выбью. Вот. Пошли угрозы. Я это уже сразу понял. И слушаем дальше. А напиши на меня заявление, выложи в YouTube. Я ему потом написал. Я внимательно слушаю. Вот. Не обращай внимания. Это заказ на работе приходит у меня. Потом пошли дальше. Вот такие голосовые. А че ты не хочешь уже со мной знакомиться? Вчера так хотел, писал мне. Или с мамой моей. Блин, мне так страшно. Можешь, пожалуйста, не писать заявление? Давай карту свою. Напиши, я тебе денег скину, чтобы такого не было. Таких инцидентов. И три циферки сзади. Да, мне не хочу неприятностей. Понимаешь, меня мама она ругает там. Запретит гулять. Там, не знаю, книжки буду читать. Лишит карманных денег. Да, которых у меня и так нет. 50 гривен в неделю. Потом я написал. Продолжаю в том же духе. Жду угрозы. Куда же ты ушел? А угрозы. Вот. То есть он начал сразу сливаться, когда понял, что его фиксируют на выпуск. И после этого он мне прислал вот такую фотографию. Конечно, да. Не очень образованный человек. Так как думает о педофилии. Вот. И получается, он мою фотографию выставил с неприятным, как говорится, смайликом. Да, будем это так называть. Я не буду выражаться такими вещами, как они выражаются. Ну, я даже не знаю, как это прокомментировать. Я даже не буду это произносить вслух о всякой педофилии. Вот. Что это? Что дальше скажешь? Что ты, дотик очкастый? Перестаешь к малолеткам, девочкам. Потом я пишу дальше. Что дальше, педрила? Что-то новое скажешь? Я потом ему говорю. Все сказал? Он пишет. Да, очкастый. А потом я ему пишу, получается. А общаться не умеешь? Или только и можешь повторяться о другими оскорблях, о клеветах и приставаниях к девочкам? Он пишет, значит, дальше. Научись писать, дотик. С тебя каждый человек рофлит. Когда видит тебя и твой контент. Значит, я ему пишу. Придеви этих человеков, которые ржут с меня, да? Будем это так называть. И с моего контента. Он пишет. Что ты написал? Рагули. Ты даун. Тебе без шуток. У тебя диагноз. Я ему пишу. С темы не слезай. Где эти человеки? Придевляй. Он пишет. Непонятно, что ты высрал, дотик. Все сказал. Он пишет. Да, очкарик. Я пишу. Ок, оскорбление усугубляет ситуацию. Так как я ему дал понять, что данные все оскорбления, они только усугубляют ситуацию. И я думаю, каждый, кто увидев данные вот эти оскорбления, он бы не стал бы так молчать. И мог бы, например, предложить. Ой, давай, Русик. Мы заявим на него в милицию, если мы выясним его данные и тому подобное. Ну, я лично, ну, как бы, время тратить на такого человека не буду. Вот. Я вам показываю просто, как бы, всю ситуацию, то, что творится сейчас. Вот. Потом пишет. Ой-ой-ой. А что будет? Дальше я не буду матом выражаться. С тебя все... С тебя все ржут. Во. Вот так он заявил, как говорится. Потом пишет, ну, я пишу, получается. Значит, дурачки раз поржут. А нормальный человек так делать не будет, если он считает себя в адеквате. А то, что ты на меня в чем-то обвинить, пытаясь или оскорбить, мне как-то все равно. Каждый человек вправе думать о личности так, как считает нужным. То есть, я вам сейчас объясню. Каждый человек, да, вот, например, один думает, например, скажем, то, что я снимаю контекты, да, ну, там, скажем, плохие, да, там, на посмешище даю. Другие говорят, что я там снимаю хорошие контекты. Третьи там говорят, что я вообще неадекватный, там, или психически больной, там, или еще кто-то. Вот. И в-четвертых, я вам скажу так, ребята, ну, я честно, как бы, на каждое мнение не смотрю. Вот. Каждый человек вправе думать так, как он считает нужным. Вот. Сейчас мы посмотрим, что у меня за заказик пришел, потому что много заказов. Да, один заказик. Завтра у меня в Днепре. Вот, значит, не будем отвлекаться от темы. Значит, каждый человек вправе думать так, как он считает нужным. Вот. И поэтому, естественно, ну, мне как бы без разницы, кто о чем или как обо мне думает, потому что, ну, вот, в данной ситуации человек неправ. Оскорбляет, обвиняет, нет доказательств. А даже если бы они были, что из этого, ну, вот что из этого изменится? Ну, вот я просто, ну, как бы, не знаю, как это обосновать. Ну, вот, например, он там, ну, не знаю, мало ли там, но он предоставит доказательства, например, путем монтировки там всяких переписок, да, то из этого, ну, ребята, без экспертизы вы бы, ну, прокомментировали данные действия бы, например, то, что, например, там, занимаясь педофилией или там приставить к 13-летним девочкам или еще кому-то, вот, ну, вот я, как бы, вам скажу с точки зрения, ну, прежде чем обвинять человека, нужно сначала убедиться в нем, а потом уже только обвинять. А, например, если вот человек считает, что он, например, там приставал к девочкам или там еще к чему-либо и, например, имел там, скажем, половой акт, да, то есть для этого нужно проводить соответствующую экспертизу. И если экспертиза только покажет то, что человек действительно, там, например, входил в контакт или, ну, там, скажем, домогался, например, до ребенка, да, то человек будет нести, как бы, ответственность, то есть это, например, я буду говорить про себя, а если экспертизы данной нет, то из этого ничего не будет, вот. То есть каждый человек может вправе думать так, как он считает нужным. И вот получается, я вот как бы с точки зрения скажу только одно. Ребята, это ваши сугублические мнения. Я лично как бы, ну, не рассматриваю каждого мнения. Каждый думает так, как он считает нужным. Вот я вам показал данную всю эту переписку. Вы ее сами все увидели. Сделайте, пожалуйста, выводы, то, что так себя вести нельзя, обвинять человека без основания. Тоже нельзя, так как, ну, не доказано то, что человек, например, контактировал с 13-летним ребенком или там с кем-то остальными. Вот. То есть это, ну, как мое юридическое мнение, потому что, ну, вот я, например, сутками работаю и получается за столько лет моего прошедшего детства, мне только сейчас напоминает то, что я там кому-то сцеплялся, я там кому-то там приставал, я кому-то там что-то домогался. Ну, в общем, попросту, ну, ребятам заняться нечем. Вот и все. Вот и идут все вот эти угрозы. Вот. Вот так, как говорится, все это выглядит на аккаунте у человека, тот, который мне это все писал. Вот вы сами все видите. Может, вы этого человека знаете, может или нет. Ну, в общем, сделайте, пожалуйста, выводы и, пожалуйста, не нужно думать о человеке плохое, так как, ну, вы человека никогда не видели, вы его не знаете, а может даже и знаете, но думать наперед, какой он, ну, это неправильно. С психологической точки зрения это вообще неправильно. Нужно у человека побольше узнать, а потом только уже, как говорится, делать соответствующие выводы. А выводы делать наперед, это, ну, очень плохо. Очень. Поэтому я вас прошу, будьте внимательны, делайте выводы и, пожалуйста, старайтесь, как бы так сказать правильно, искать радикальные решения в данных ситуациях, а не сразу накидываться с аврозами, обвинениями и так далее. Кому понравился данный выпуск, всем желаю поставить лайк, подписывайтесь, пишите комментарии. Те, которые комментарии будут писаться, скажем, плохие, нарушая правила канала YouTube Великий Уравнитель, будут заблокированы за нарушение правил пункта первого. Также, если какие-то есть вопросы, пишите также в комментарии, я всегда на них дам ответ. Кому понравился данный выпуск, опять же, ставим лайк. Всем спасибо, хорошего вечера, мирного неба, слава Украины.